Здесь очень мелкая, это емкая работа. Тонкости IT могут оценить даже школьники. В их руках продукт 3D-принтера «Лиса». Тонкая прорисовка – результат прописанной программы. Здесь волшебство наглядно. Вот шар, который по заданной траектории рисует на песке картину. Проект масштабнее, на четверть километра бурит метро. За безопасность процесса отвечают и эти парни. Они продумали обработку терабайтов данных с винта бурильной машины. Мы писали, во-первых, в сервере. Основная сложность была в сервере, потому что данных очень много. Их нужно обрабатывать оперативно. И там задержки неприемлемы, потому что если какие-то показания выходят за рамки, это нужно очень оперативно показать человеку, который сидит за монитором и следит за этим всем. Поэтому задержки здесь критичны. Впечатленные ученики и выпускники 107-й школы. Алина Плотникова до экскурсии хотела стать клиническим психологом. Интересно программирование. Мне понравились вещи, которые здесь делают. То, что создают, то, что помогают тоже людям. Профориентация – главная цель акции «Неделя в профессии». На Алтае она проходит впервые, пока на базе барнаульских компаний. Энергетических комплексов, городской думы – еще более загадочные IT-фирмы. На ее счету сотрудничество с Майкрософтом, Рамблером, Аэрофлотом. Их приложение покупает билеты. Мало кто из ребят, наверное, видел производство в действии. Или то производство, например, как в IT-компании. То есть мы пользуемся результатом. А как это все создается, наверное, мало кто может увидеть. И вот этот проект «Неделя в профессии» вообще Российского народного фронта позволяет это сделать. По словам организаторов, такие экскурсии мотивируют детей учиться, чтобы вернуться на стажировку. Ведь и эта сфера тоже испытывает кадровый голод. Это кропотливая работа над проектами, которая требует большого внимания и большой сосредоточенности. Это такая профессия, которая постоянно развивается. Нужно что-то изучать новое. Нужно изучать языки, изучать языки программирования. Краевая неделя в профессии прошла в рамках Всероссийской акции ОНФ. А завершается она сегодня. Школьники побывают на предприятии, которое изготавливает дорожные знаки. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.